Hare Krishna, Maharaj. Hare Krishna, thank you. Thank you so much for giving us your time. It's my pleasure. Maharaj, as you know, his only name is Gopalakrishna Goswami Maharaj left, made his journey to Goloka Vrindavan. Gopalakrishna Goswami Maharaj вернулся на Goloka Vrindavan в 2024 году. Сегодня мы вспоминаем о нем. Поделитесь какими-то воспоминаниями о нем. Для меня большая честь прославить его святей, что Gopalakrishna Goswami Maharaj. У меня была удача общаться с ним в течение многих лет на Новодвиг Парикраме. Каждый год он меня подвозил на своей машине. Утром мы выезжали из Майапура вместе на Парикраму и вместе возвращались. После целого дня труда мы возвращались вместе. Я заметил, что его святей, что Gopalakrishna Goswami Maharaj очень привязан к Кришне. Он привязан к чистым, предным. Каждый год без изменений он говорил о Мадхавендра Пури на Парикраме. Каждый год эту тему всегда оставляли для него. Только он говорил о Мадхавендра Пури Госвами. И мы знаем, кто такой Мадхавендра Пури. Чтобы говорить о чистых предных, привлекаться к чистым предным, прославлять чистых предных. Это признак чистоты. И когда он говорил, вы могли видеть, что у него появлялась совершенно другая энергия. Когда он говорил о Мадхавендра Пури, он говорил каждый день о многих вещах, но когда он говорил о Мадхавендра Пури, это была другая энергия. То, что я наблюдал за ним в течение многих лет. Я, конечно, очень был впечатлен этим. Что касается других удивительных деяний, которые Махарадж совершил по отношению ко мне и к Искону Западной Африки, я не могу этого забыть. Перед тем, как приехать сюда, меня попросили говорить о нем. Я говорил полтора часа. Сегодня я всего полчаса говорю. Но я говорил в Нигерии полтора часа. Предные попросили меня прославить его. Я вспоминал столько разных игр. Сказал предным, как Махарадж. Он научил меня, как давать пожертвования. Очень много людей дает пожертвования. Но цель пожертвования – это дать личности. Многие люди дают пожертвования, но это становится бременем для человека. Его святежство Капалкашна Махарадж, он учил меня. Я не забуду, как нужно по-настоящему давать милостыню. Например, несколько лет назад он спросил меня, предложил мне принять просад вместе с ним, когда я приехал на праздник лодок. После Навадви Парикрамы он пригласил меня приехать. Он приглашал меня во все храмы, он просил меня делать это. Я посещал все храмы. Это естественно. Естественно для отца делать это. То, что я чувствовал с ним, его отношение ко мне было отеческое. Я приехал, пришел к нему в комнату принять просаду. Он спросил меня, как идет проповедь в Западной Африке. Я сказал, Махарадж идет, но медленно. А почему? Спросил он. Ну, например, нам сложно получить книгу. Он сказал, я дам вам книги. Я сказал, да, это будет здорово. Будет здорово, мы будем очень счастливы. Он дал книги, немедленно он позвал Праба Вишну Прабу. Праба Вишну Прабу. Он в то время отвечал за это. Позвал его. Тот пришел, Махарадж ему сказал, так, сколько книг вам нужно? Он дал. Махарадж сказал, так, дайте такое-то количество в Западной Африке. Обычно, когда вы получаете пожертвования книги, вы сами должны их перевезти, потом растаможить. Могопал Кришна Госвана Махарадж не только дал в пожертвования книги, он оплатил перевозку. Эти книги были доставлены прямо в храм. Никаких беспокойств не было в получении этого пожертвования. Я говорил приятных, вот это и есть истинное пожертвование в тесте. Не просто дал пожертвование, и потом, я думаю, как же мне потом перевезти книги, как доставить. Махарадж освободил меня от всех беспокойств, даже растаможку книг в порту. Я сидел с преднами и говорил, вот так нужно давать пожертвования. Люди часто заинтересованы пожертвования, должны научиться этому у его стечества Гопал Кришна Госвана Махараджа. Я сказал нашему Джибиси, мы получили пожертвование. Я сказал, мы получили пожертвование к ним. Он сказал, от кого? Он сказал, от Гопал Кришна Махараджа. А как же вы получили это? Я просил много лет, он не давал мне. Я сказал, мы братья, наши отношения разные. Таково отношение между отцом и сыном, это другое дело. Попроси его еще. Он был очень счастлив. И все мы были счастливы. Такое отношение у меня было с его стечеством Гопал Кришна Госвана Махараджа. Также в менеджменте. В менеджменте очень сложно управлять таким большим обществом, как ИСКОН. Это то, чем занимался Гопал Кришна Госвана Махараджа. Он управлял ИСКОН в Индии. Очень трудно. И он делал это много лет. Ни разу не жаловался. Никого не критиковал. это очень непросто. Это очень непросто. Он никогда никого не критиковал. Ни на кого не жаловался. Я участвовал в менеджменте. Я знаю, что это такое. И управлять такой страной, как Индия, это непросто. Это непросто. И он вел это движение много лет. Он был самым старейшим Джи-Би-Си. И он поддерживал это положение. со времен праупады до момента своего ухода. Махараж знал, что он уходит. Он знал это. И он приготовился к уходу. Это не было случайностью. Он подготовился. И он ушел так, как захотел. Как Господь Тайна сказал Харидас такой. Ты как Бишмадева. В любое время ты можешь уйти. Так и его святейшество Гопалчина Сваи Махараж выбрал время для ухода после всего не просто менеджмента, а головной боли менеджмента в течение многих лет. Это показывает силу его преданности своему гуру, силу его бхакти по отношению к Кришне. Приятный или ученик он не только ведет себя хорошо, когда учитель в комнате. Настоящий ученик настоящий приятный или ученик хорошо себя ведет не только когда гуру физически присутствует. Настоящий ученик доказывает, какой он ученик именно когда его гуру покидает этот мир. гуру поддерживал и расширял то, что дал ему его гуру. Он проявил любовь, которую он имел к праупаде. Открыв множество храмов, пресмал за тем, чтобы все это хорошо работало. Его любовь праупаде он продемонстрировал через всю свою жизнь. Он никогда не менял. Он был стабильным приятным Кришны. Это подтверждается в Бого Гитте. Стабильная практика гарантирует успех в сознании Кришны. Его святейство Капал Кришна Госвам Махараш продемонстрировал это. Он был стабильным приятным, непоколебимым даже посреди всех бедствий, посреди множества беспокойств. Он оставался стабильным, умиротворенным, спокойным и продолжал продвигать сознание Кришны полностью выкладываясь. Когда чистый приятный с нами, мы можем не распознать его, но в своей повседневной жизни, мы можем не замечать этого. Чистый приятный. Человек не становится честным приятным, когда он оставляет его. Он является приятным в течение всей жизни. И они показывают это своими тияниями, своей стабильностью. Смотрите как Апалкришна Махараш прожил свою жизнь. У него не было спадов, подъемов, он был стабильным, приятным. Это подтверждение совершенства в сознании Кришны, зрелости в сознании Кришны, способности поддерживать вещи и продвигать, двигать вперед. Апалкришна Махараш продемонстрировал все это. Я общался с ним много-много лет. В Восточной Африке, когда он посещал Радхавиатру, он шел в течение всей процессии, вел Киртан на Навадви по Парикаме. Он не приезжал в Западную Африку, но один из его учеников был там. Умапати правал. Я в Западной Африке. Он просил меня много раз, приезжай в Восточную Африку, я дам тебе визу. Сказал Махараш, пожалуйста, не давайте мне деньги на визу, это ничего не стоит, мне не сложно. Приезжай в Восточную Африку, когда ты к нам приедешь, ехай в Восточную Африку, каждый раз он подталкивает, такое было отношение. Он всегда был активен, всегда просил меня, заботился обо мне. однажды однажды я приехал в храм Джугу, Махараш должен был давать лекцию, уже это объявили, что он дает лекцию, но когда он услышал, что я приехал, Махараш поменял и сказал, чтобы я давал лекцию. И не только это, после обеда позвонил телефон, обычно я не отвечаю, кто там, Копал Кришна Махараш есть, я сразу же схватил трубку, почему он звонил, спрашивает, как у тебя дела, что-то нужно тебе, он не льстил, ты не была лесть, он не притворялся, он не устраивал шоу, таким он был со мной, как я его знаю, ты счастлив, ты удовлетворен, что это нужно тебе, любовь, которая шел через звук в мои уши, даже что-то мне нужно было, я бы не сказал ему, что я в чем-то нуждаюсь, потому что он уже дал мне эту любовь, это невозможно забыть ту поддержку, которую он дал моему сознанию Кришны, поддержку, которую он дал, чтобы мое сознание Кришны развивалось, это невозможно забыть, можем научиться у него, я знаю, что когда духовный учитель уходит, я имел этот опыт, когда мой духовный учитель ушел в 2005 году святерства Бхакти-сирдха Махараджи, это сложно, знаю по своему опыту, но из вас есть трудности, что теперь делать, что теперь делать, не нужно думать, что теперь мой гуру не находится со мной, так мы не должны думать, что делать, мой гуру не присутствует физически, но он всегда со мной, потому что связь между гуру и учеником, она не на материальном уровне, это духовная связь, поэтому я написал книгу «Духовная связь», чтобы преданные установили эту связь, мы не должны разрывать связь с духовным учителем из-за того, что он физически не присутствует, его физическое отсутствие это возможность для нас показать зрелость, понять то обучение, которое он дал нам, когда присутствовал здесь. Это время для нас, учеников, почувствовать «Теперь мое время показать ему ту благодарность за то, что он сделал для меня как для ученика, это время для всех нас показать это, это не время думать «О, гуру ушел, у меня нету теперь жизни, что делать, он меня бросил», он никогда нас не бросает и никогда не бросит нас, потому что он присутствует, мы должны почувствовать его присутствие в нашей жизни, следуя его наставлением, мы должны сделать это, как он сделал, он распространял сознание Кришны искон, который гуру дал ему, должны следовать по его стопам каждый день, моля его милости, чтобы продолжать служить ему больше, чем когда он присутствовал здесь. Если вы хотите, Махарадж оставил в Дарадхуне у вас есть какое-то воспоминание, вы там были вместе с ним, начну с аэропорта, в аэропорту, в Дарадхуне, аэропорту, когда мы готовились к вылету в Дарадхуне. Когда он пришел, я прибыл заранее, ждал его, я знал, что он летит на том же рейсе, я слышал об этом, я был очень счастлив, готовился встретиться с ним. Когда он пришел, и мы беседовали, затем я заметил, что его сиденье было сзади, а у меня спереди. Когда я увидел это, почему они не проверили, «Хараш, может там поменяться?» Он сказал, «Да». Я дал ему поменялся с ним посадочную, чтобы мы сидели вместе спереди. И слуга попросил меня, позаботь если он ему, сказал, «Да, хорошая возможность послужить». мы сидели вместе в течение полета. Я следил, чтобы ему что-то понадобилось, но он был расслаблен, читал джапу, пока мы не вышли. Вышли, и позаботил, чтобы за мной приехал автомобиль. Он не уходил, пока не удостоверился, что будет машина, которая отвезет меня в храм. и мы так же, как на парикраме поехали с ним в одной машине. Мы были там несколько дней до Ратхуни. Он зашел в мою комнату посмотреть моих божеств. Немногие из учеников Шулапа Пады так со мной поступали. Можно сказать, что никто этого не делал. Он сделал. Он пришел в мою комнату к моим божествам. В своем уме я думал, что же мне предложить Махараджу? Тогда по его беспричинной милости, когда он пришел, я увидел его Махарадж, увидел Прасадом, который я предлагал моим божествам. и он взял его, взял то, что ему понравилось, я был очень счастлив. Хоть какое-то служение сделал. У него была такая отеческая любовь, брал меня за руку, мы ходили вместе, обсуждали, у меня была возможность давать лекцию вместе, был очень-очень хороший опыт. Я уверен, Махарадж, что у вас тысячи воспоминаний, которые мы хотели услышать, хотим еще попросить вас. Мы просим вас, когда у вас будет возможность, чтобы у нас была возможность еще вас позвать. В заключение что-нибудь вы хотели сказать. Мы говорили, что мы не должны забывать, что он с нами. Какие-то наставления учеников, как нам практически следовать. его наставления, всегда чувствовать прибегающий воскон. Должны молиться ему ежедневно. Изображение неотличное от него. Должны молиться ему, говорить с ним. И вы получите ответ. Вы должны делать это ежедневно. Продолжайте молить его о милости, чтобы представлять его наилучшим образом. Служить ему. Общайтесь с ним. Мы не должны думать, что он не здесь. Мы должны чувствовать, что он здесь. И наблюдает за нами еще больше, чем прежде. Таким должно быть наше сознание. Если мы будем делать это, получим все полномочия. Он будет приходить в наших снах. Он будет давать нам наставления, руководство. всегда будет давать нам защиту, в которой мы нуждаемся. Харей Кишин. Харей Кишин. На самом деле, было благословение, честь. Махарадж был с нами. Более 40 лет он общался с счастливым. Я уверен, что все будем ждать еще больше рассказов. Хотим поблагодарить Махарадж за его замечательное общение. И все, кто участвовал, продолжайте присоединяться к нашему общению. Делитесь, подписывайтесь. Пожалуйста, делитесь этим со всем. Спасибо большое. Редактор субтитров